итак привет всем сегодня со мной на связи сынок маленький которому почти 18 лет и который уже больше года нет скоро года как живет самостоятельно отдельно на собственной площади не на собственной смысле собственности на собственной смысле самостоятельно в связи с чем мы решили поговорить я решил задать несколько интересных вопросов которые может быть будут полезны кому-то еще и и родителям которые были в ситуациях схожих и немаловажно подросткам потому что я уже посмотрел нормальных материалов на эту тему общем мало ютюбе там и так далее у нас на днях состоялось событие важное исполнилось три года с тех пор как владимир перешел жить ко мне тогда это естественно было именно ко мне ко мне мою квартиру перешел ну скажем так не самым наверное лучшим то есть если помечтать конечно правильный был бы какой-нибудь другой способ придумать и мы об этом сейчас тоже быстро поговорим я для нас начну с того что изложу свои ощущения по этой теме один из таких моих любимых вопросов сделали бы я это снова и тут я должен сказать что абсолютно точно сделал бы и тут как у меня отражалось во снах недавно это даже ролик по этому поводу делал мне периодически приходит на навязчивая мысль что я могу сделать раньше или лучше чтобы что-то такое или там лучше достичь не знаю но этот вопрос меня продолжает мучить поныне но тот подход задним числом я анализирую и понимаю что при всем том что наверное был не самый идеальный если помечтать я бы хотел как-то это более экологично сделать но учитывая предысторию и риски которые висели то что я знал на что какие последствия могут быть я думаю что этот ход как бы резкие такой с чем бы это сравнить то если сравнить со старт со старкрафтом то это какая-то такая да армия превосходящая там несколько раз сделал такой ход и в общем сломил сопротивление именно на ну на принципе шока то есть противоборствующая сторона растерялась и в общем таким образом главный этот тот начальный этап такой прорывный а он был выигран а все остальное уже ничего нечего вопрос очень по делу конечно я просто хотел предложить тогда уж термин all-in слушай да даже я до конца не знаю что это значит а уж ты вообще у нас заточенный товарищ надеюсь что ты не страдаешь там компьютерными играми сильно у тебя сейчас поинтереснее насколько я знаю есть хобби я хотел вопрос был по делу совершенно я есть это сказать если мне некое чувство вины за то как произошло да что мы так сказать так для тех кто может быть не в курсе нашей всей предыстории хотя она там у нас контр пунктирует и моих видео иногда мы совершили переезд совместно за один день течение одного дня то есть буквально я взял выходной это был один рабочий день план был очень четко подготовлен он включался конкретные шаги там посещением нескольких важных государственных служб органов и финале того же дня вечером если память не изменяет да мы встретились втроем уже с твоей мамой чтобы все вместе обсудить ситуацию которая уже де-факто совершилась обсуждать можно было только постфактур то есть не для совещания а для просто постановки известность был ли в этом так сказать элемент ну скажем засады на эмбош такой шахматные хитрецы да безусловно был и задним числом я думаю что скорее всего к сожалению никакой другой способ просто бы не сработал и все а тут была ситуация что пропасть как бы как говорят пропасть нельзя перепрыгнуть в два шага нужно было сделать один прыжок который точно гарантированно ну почти гарантированно был достаточно для того чтобы эту пропасть перепрыгнуть и как бы этот шаг был предпринят и сделан ему предшествовало подготовительное мероприятие которые длились несколько месяцев включая психолога да который с тобой занимался без моего участия я так понимаю вас до сих пор продолжается да там совместно на он сыграл важную роль вот наше с тобой восстановление общения данным и про это немножко говорили вот ролик ставлю сюда ссылку про где мы с тобой в телефонную конференцию участвовали с психологом и с отцом пострадавшим другим ну и и естественно много много обсуждений да то есть нам нужно было как-то выработать некий подход к ситуации да рассмотреть варианты и придумать что мы будем делать хотел ли бы я жить в таком мире чтобы это не нужно было делать что можно было где-то обойтись да хотел бы ну мы не живем в таком мире поэтому тут как вот коуча рэд пил говорит в очередной раз на днях сказал если ты найс и ведешь себя найс то ты всегда проигрываешь к сожалению то есть вежливость и когда человек идет навстречу она к сожалению часто воспринимается как признак слабости то есть ты типа идешь навстречу ты там расшаркиваешься но тебя за это можно еще и загасить сверху это просто такая тонкость нашего общества и этого не лишены никто к сожалению не мужчина не женщина слабого подтолкни такая логика действует и в рамках этой логики бы быть найс как бы я уже знал что это но это не сработает или сработает не то что нужно достичь якобы видел определенные стайл цели голда у меня были определенные там вещи которые нужно было там пункт а пункт б пункт ц были вещи которые меня чрезвычайно возмущали и продолжают возмущать по сей день которые тогда были это вещи были на мой взгляд не простительные совершенно. Но мы вдаваться в приватности не будем, а если вдруг даже случайно кто-то из нас вдастся, я оставляю за собой право вырезать редактирование. Так что ничего страшного. Теперь, после такого вступления, вопрос к Владимиру. Вопрос первый, который я хочу задать. Ты бы сделал это снова? Безусловно. Ни разу не жалел о том, что я сделал. Это было сложновато, конечно, безусловно. И сейчас, анализируя ситуацию, небольшой референс делаю к тому, что я в данный момент абсолютно полностью поддерживаю твою позицию по нашим методам, которым мы провернули это. Я просто дополнительно стал изучать вопрос и, знаешь, я убедился в том, что этот метод был вполне себе оправдан. Даже не то, что он, так сказать, был сделан запаской, чтобы точно. Нет, он был полностью оправдан. Ничего лишнего не было. Ну и, конечно же, в общем, это было очень сложно эмоционально для меня. И особенно когда вот я уже к тебе переехал, и я немножко встречался там со своей мамой, то меня буквально совсем из стороны в сторону колбасило. Но все-таки я остался. И это, конечно, грубо звучит, но это в некотором вроде вполне себе чудо, что я все-таки остался. Тогда уточняющий вопрос. У тебя есть такое вот, ну, некое схожее, да, с моим? У меня есть такое, ну, как бы некоторое чувство вины и пожелание, чтобы в неком идеальном мире все-таки как-то можно было без этого обойтись. Ты бы хотел это сделать иначе? Я вообще не очень люблю тему там с идеальными мирами и так далее. Все-таки я предпочитаю жить, которому, жить в мире, который есть. Сделать это иначе? Я говорю, опять же, анализируя ситуацию, а я потратил на это время и немалое. Я скажу, что другого выбора, в принципе, не было для того времени. То есть раньше бы, скорее всего, имеется в виду, если там взять меня пораньше, когда мне было меньше лет, то там, скорее всего, я не выдержал этого. Позже сделать это тоже плохой вариант. Так что, на самом деле, в общем, смотря на ситуацию в целом, я бы сказал, что сделали хорошо и сделали лучшее, что можно было. А если так, ну, мысленный эксперимент провести, допустим, в какой-то момент, уже после, конечно, да, там всплывала тема вот это вот с проживанием равное время. Ты когда-нибудь представлял себе, ну, особенно задним числом, на что это могло быть похоже? Было ли бы это там хорошо или интересно или лучше? Эта идея, в общем-то, оказалась не совсем жизнеспособной и по финансовым причинам в том числе. Но, знаешь, на самом деле, если бы вернуться в то время, когда вот у нас решался этот вопрос с проживанием, то я бы, скорее, был бы за то, чтобы попробовать такой вариант. Но я не могу отвечать за то, чтобы из этого получилось. Но попробовать я бы абсолютно точно хотел. И эмоционально это бы было гораздо проще. Ну, возможно, да. Единственное, что я боюсь, что меня в этом варианте беспокоило и продолжает беспокоить, что это не привело бы к решению одной важной проблемы, собственно, которая меня подтолкнула к такому плану, собственно, не очень экологичному, скажем так. Я не знаю, как об этом сказать, так чтобы не проговариваться в приватные... Ну, ты понял, о чем я говорю. То есть вопрос мне был бы просто... Он бы не решился, к сожалению. Ну, он бы решился частично. А дальше, как бы... Это просто менее радикальная вещь. После такого хода можно было бы как раз-таки гораздо проще перевести меня на полное проживание с тобой, потому что я практически уверен, что я бы оценил проживание с тобой, и оно бы мне понравилось бы гораздо больше по многим причинам. То есть, ну, в принципе, есть некоторые возможности, которые можно было сделать. Но, кстати говоря, такой вариант нужно тогда проворачивать гораздо раньше. Вот такой вариант, там, скажем, хоть в 12, может, даже еще меньше, я не знаю. В общем, если такое делать, то нужно было раньше. А мы просто зашли в такую точку, когда, опять же, действия, которые мы предприняли, были, в общем-то, единственными правильными. Давай так, осторожно, проверим. Ты у нас вроде как собираешься быть, ну, около психологической темы работать, да, теперь уже. Я надеюсь, все-таки ближе к медицине, чем к обычной психологии. Но это выбор не мой, так что умывай руки, что называется. Вопрос следующий. Ты готов был бы, например, как считаешь, это всем подходит такой вариант? Особенно сложно попробовать, во-первых, спроецировать на, скажем, усредненного юношу, своего, примерно, там, круга и возраста. И более сложная задача спроецировать это на девушку, на девочку. Прямо предупредил меня. Я уже хотел сказать, что как раз-таки за девочку-девушку я отвечать не могу ни в коем случае. Что касается парня, парня, на самом деле, из того, что я вижу, я бы сказал, что это, безусловно, отличный вариант, который подойдет большинству. Опять же, учитывая несколько факторов, которые у нас были, то есть работа с психологом, которая сильно может все облегчить. И к тому же, ну, действительно, сильно замечаешь, что многим парням моего возраста не хватает отца очень сильно. Иногда он, например, тоже, ну, вот как у нас было какое-то время назад, то есть ты просто иногда появлялся эпизодически, опять пропадал. Это просто неприемлемое общение, вот, там, за редкими исключениями. Что касается девушки, ну, опять же, все-таки слишком большие различия и в мышлении, и в строении, и так далее. Даже не знаю, честно говоря, что тут ответить. Просто меня никогда не интересовал этот вопрос особо. Понимаю, почему ты на него вышел конкретно, ну, естественно, так сказать, если говорить в плане про свою дочь, вот, но я так далеко пока, конечно, не заходил и не смогу, наверное, ответить. Ну, я, честно говоря, в целом, наверное, уже об этом говорил, я лишний раз повторюсь. Мне, конечно, кажется, сама ситуация вот эта, что ребенок в 14 лет и почему-то только в 14 решает это сам. Все тут перевернуто, все с ног на голову. То есть вместо того, чтобы как бы ребенку показывали, что такое система принятия решений, что есть авторитет, что вот есть там взрослый человек, который решает, вот, будет так и как бы на правах родителя решает и говорит, что вот тебе стоит там сделать так. А тут мы стоим в ситуацию совершенно безумную, которую невозможно себе представить. Я даже не знаю, какой можно исторический аналог привести только какого-нибудь принца, который там остался, не знаю, сиротой в 13 лет и вот он ходит в золотой одежде по дворцу там, да, и командует там принести мне мороженого, там, это сюда поставить, этого там расстрелять, тут сюда игрушку принести. Это, конечно, ситуация сама по себе ненормальная. И чтобы в этой ситуации подросток особенно, да, особенно в нашем мире, где вот этого как раз воспитания, да, вот это вот внутреннего локуса мало, и ребенок в этих условиях, в усложненных условиях, должен сам принимать решение, сказать, как ему вот строить свое, строить свое общение с родителем. То есть, если Бернс брать, то это вот ровно вот, ну, наоборот, все поменяно. То есть, у нас родители получаются почти в позиции ребенка, подчиненного, а ребенок получается в позиции начальника. Это, конечно, безумный выверт, тем не менее, если вот у подростка достаточно, некоторая степень осознания себя есть, умение собой руководить, да, уметь, как бы умение смотреть на себя с третьей точки, да, вот то, о чем я говорил давно. А я тебе этими вещами мозг сверлил давно, да, даже еще до этого нашего перерыва. Не знаю, что там оставалось, как бы после того, как я заканчивал свои длинные тирады, но, видимо, что-то, наверное, все-таки оставалось. Ты сам должен решать эти вопросы, никого нет, кто должен решать это за тебя, по крайней мере, уж вечно точно. Мне, к сожалению, кажется, что, ну, не каждый подросток далеко такой ситуации способен будет с собой справиться, поэтому я, например, вот лично не рискнул бы прям всем подросткам срочно перебегать к папе. Перебегать к папе можно, обладая некоторым набором, некоторым объемом автономности во всех смыслах. Автономность в бытовом смысле это важно, да, потому что бытовуха это серьезная вещь, а отец это человек занятой достаточно, да, то есть там нету там времени дома, да, даже вот такие мелочи, как там рубашки, белье, да, следить за одеждой. Я уж совершенно молчу про такие вещи, как уроки, тут я совершенно взял вот подкод Лобковского, то есть hands-off абсолютно. Я вот знаю то, что мне на собрании не говорят и то, что я иногда вижу в журнале. Все. Остальное я как могу донес до человека, что как бы это его будущее, да, ему решать, там, я время от времени говорю на эту тему, да, но вот проверять там или как класс рук ваш советовал там чуть ли не сидеть с галочкой проверять там домашнее задание сделал, не сделал и карман выворачивает. Нет, это вот не мое, это я не хочу, не хотел и не хочу воспитывать человека, который будет, вот ему нужно будет за ручку с ним ходить. Ты помнишь, как с тобой бабушку занималась, да, там, как вы домашнее задание делали? Ну да, это отдельный период нашей жизни был. Тут как бы реальность в том, что мама-то тоже человек занятой, и она тоже не может всем этим заниматься и сидеть над тобой, если она работает, да, мама. Соответственно, все равно это кому-то перепадает, только в вопросе с папой это перепадает тебе, то есть ты должен решать эти вопросы. Как себе приготовить, там, как себе одежду сделать, там, да, и проследить за одеждой, да, что она там, что она починена, что она там чистая, что она глаженная, там, что она по размеру подходит и так далее. А тут как бы этим занимается все равно какой-то внешний человек, ну, в твоем случае бабушка. Бабушка как бы аутсорсит твое вот это вот сознание. У Пиноккио сверчок был, да, вот там Питерсон пересматривал у него этот сверчок, он говорит, это символ сознания, Пиноккио, совестью. По-английски совесть и сознание одинаково звучит. Я немного скажу. Вот ты там говорил про то, что стоит ли и подходит ли каждому перебегать к отцу. Тут важно уточнить одну вещь. Ты очень нестандартный отец, мягко говоря. Поэтому ты упускаешь еще одну вещь в данной теме, да, а стоит ли отец этого перебегания? Потому что да, конечно, опять же, мое мнение, что в подавляющем большинстве да, но не всегда. А ты вообще отдельное большое исключение. И, скажем, вот некоторые друзья у меня есть, которым я доверяю все-таки некоторую личную информацию. Ну, скажем так, фактически откровенно завидуют наличие тебя у меня. Я прям краской залил стол, даже не знаю, что делать. Осторожнее. Я понимаю, о чем ты говоришь, и как бы с моей стороны, это тоже там для регулярных зрителей канала не тайна, что у меня в сумме заняло только активной терапией там где-то года полтора, еще с учетом перерывов и разных специалистов. Там, наверное, год на два с плен наберется. Это не считая книжек в библиотеке, которая у меня, в общем, дома, и продолжает еще нарастать. С другой стороны, я все-таки нахожу, что это как бы такое гипсование, это некие такой костыли, которыми мне просто срочно пришлось выстраивать то, что вообще-то нормально, понормально. Должно было быть где-то лет там с 12-14. И я с большим интересом смотрю на твой прогресс, потому что я надеюсь, что вот как раз я вроде бы как создал такие условия, что тебе не нужно будет в 35-40 лет вдруг хвататься за голову, рвать на себе волосы, говорить, ах, жизнь прошла мимо, давайте мне срочно терапевта, стопку книжек, водки и все это вместе. Сейчас я буду все это заново ломать и устроить. То есть как Лобковский свой идеальный вариант описывал, жизнь без кризиса среднего возраста, когда человек изначально хорошо понимает, что он делает и зачем он делает и как это нужно делать. И умеет обращаться с неудачами в том числе, более как бы экологично, цивилизованно. То есть все равно их класть в себе в некий фундамент, на котором ты все равно растешь. Даже если это неудача. Просто ты относишься к ней как конструктивный опыт. Просто он негативный опыт и все. Ты, надеюсь, понимаешь, что в конечном счете ты просто в какой-то момент сказал там, что типа, как ты сказал, сделал для меня или ради меня? Что-то такое промикнуло. Ну, что-то было определенно. Что-то было. Я как раз хотел за это место уцепиться и сказать, что ты понимаешь, что в конечном счете ты это делал не ради меня. Это делается не для родителя. Мне, безусловно, приятно. И все, что ты сказал, и как все это получилось, и в общем в точности то же самое я бы точно сделал. Ну, лучше, не знаю, попробовал бы, наверное, если представилась возможность. Но в конечном счете это не для меня. Я это хорошо понимал даже тогда, еще в тот момент. Еще до того даже понимал. В общем, в любом случае я точно не имел это в виду. Ладно, если я это при редактировании найду, ту фразу, то я тогда этот кусок оставлю. Если нет, то я его вырежу. Был ли какой-то парадоксальный механизм, который в итоге привел к тому, что у тебя отношения на самом деле стали лучше? А. С мамой. Б. С бабушкой и дедушкой, по-моему. Интересная постановка вопроса. Мне нравится. Ну, скажу, начну с конца все-таки. По поводу бабушки и дедушки. Ну, к сожалению, у нас очень не сложились все-таки дальше отношения. по причине того, что я просто смог себе позволить не общаться с ними. К сожалению, это слишком своеобразные люди и у меня не получилось. Я старался. Я много старался, но у меня не получилось. Каждый раз я просто приходил и мне казалось, что из меня высцыли все суки. Даже если они хотели ко мне по-доброму относиться. Что касается мамы. Да, действительно, есть такой момент. Потому что наши отношения действительно улучшились в принципе и стали здоровее. Это очень хорошо. Меня это радует. Гораздо приятнее и в целом проще общаться сейчас со своей мамой. И, собственно говоря, я так и делаю. Мы поддерживаем хорошие отношения. Не то, что прям постоянно общаемся, но с завидной регулярностью. Ну, а так, если пофантазировать, ты можешь представить, что, допустим, ты не переехал. Ты остался и все продолжилось вот там, как оно шло. На что бы это было похоже сегодня? Сегодня на что бы это было похоже? Ну, я бы не изменил свою специальность предполагаемую. У меня бы были мега натянутые и хреновые отношения в общем-то со всеми членами семьи, возможно, даже включая тебя. Я бы, скорее всего, не встретил свою девушку, потому что я бы ее просто не выбрал, если бы я остался тем человеком. Возможно, у меня были бы немного лучшие оценки. Я, конечно, не совсем это имел в виду. Давай так, это интересно, то, что ты сказал, но я все-таки более конкретно намекну, на что я говорил. Меня интересует уровень твоей психологической грамотности. Я имею в виду не в смысле как психолога, а в смысле человека, который, ну, собой. себя знает и самой умеет управлять. Раз. Бытовая самостоятельность, два. Отношения с мамой, три. Ну, и можно сказать так, обстановку в доме в целом, четыре. Вот то, что приходит в голову. Обстановка в доме, я говорю, ужаснейшая. Просто, и, скорее всего, я бы вернулся к идее суицида рано или поздно. Ну, во всяком случае, она бы у меня точно витала в голове. По поводу отношений с мамой, когда я вот уже к тебе переезжал, у нас постоянно с мамой были бесконечные ругания по поводу бес. Причем, по абсолютно тупым поводам она закатывала иногда настоящие истерики. Я не знаю, видимо, готовила меня к подобной жене. Так что, видимо, все это бы сохранилось еще и с поддержкой ее родителей. Это просто было великолепно, да, поссорился с мамой, поссорился с ее родителями. Потом бытовая самостоятельность. Ну, в общем, в принципе, она была бы на абсолютном нуле. Когда я жил у мамы, я, по-моему, даже я даже яичницу готовить не умел, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, да, там был бы полный ноль, психологическая грамотность. Ну, как тебе сказать, мне сложно оценивать то, как я изменился, потому что, естественно, мне еще много куда можно расти. И, собственно говоря, я расту. Сказал бы, что я решил множество проблем, психологического характера со своим психологом в ходе подготовки к переезду и некоторое время спустя. Поэтому все бы это осталось на мне. Честно говорю, я, конечно, понимаю, что сейчас я гораздо лучше раз в этом плане, но я просто не знаю, на что мне опереться. Как это показать? Нет, я говорил только про умозрительный эксперимент. Представляешь себе точку в прошлом разветвления, и вот с этого момента пошла другая редка. Такого события ключевого не произошло, и продолжилась, ну, так, плюс-минус продолжилась некая тенденция. Ну, в общем, опять же говорю, не зная, по каким параметрам психологическую грамотность сравнивать, лишь только абстрактно могу сказать, что она была бы, тоже, в общем, ушла бы недалеко от самостоятельности бытовой. Ясно. Мне жаль слышать, что у тебя такие, так у тебя сложилось бабушка и дедушка, и как бы при всем, так сказать, там, нашим личным прошлом. Надеюсь, ты на самом деле за это бился до последнего, потому что это не мелочь, это, к сожалению, поддержка половины семьи это большой вес, это психологически это серьезная опора, если ее не удалось сохранить, это, конечно, большая потеря. Она, конечно, может восстановиться когда-нибудь через, ну, в какое-то время, но может и нет, это очень печально. К сожалению, я, скорее всего, завязал, в общем-то, по возможности навсегда, потому что, ну, там, не буду сейчас описывать ситуацию, в принципе, но она безысходная. И не надо, но, тем не менее, я лишний раз скажу, что с плеча точно не рубить, в общем, то есть, забыл, Йоганн эту фразу цитировал, такое, сколько надлежит раз прощать, в Библии есть какая-то фраза, типа, что-то семь раз, а отвечающий говорит, что-то типа семь раз по семь, или семьдесят раз по семь. То есть, это тот случай, когда нужно, и имеет смысл, сделать много шагов навстречу, то есть, можно. Это не люди на улице, это не посторонние люди, к ним нужно особое отношение. Они и для тебя, как бы, вес и ценность предоставляют другую, и для них ты особенный человек, единственный в своем роде, поэтому это тоже серьезные потери, как бы, в целом, если в связях мерить, да, то это, в общем, серьезная деградация семейной структуры. В двух словах, вот этот новый этап, это все-таки следующий уже этап был, то есть, приобрел существенно больше самостоятельности и ответственности, когда перешел ко мне, ну, частично вынужденный, да, частично это было твое желание. Потом, по ряду обстоятельств, да, мы решили попробовать такой вариант вот с твоим вообще самостоятельным проживанием, как бы, я руку на пульсе держу, но тоже не слишком плот. Каково это вообще? Ты бы всем это посоветовал тоже, и как твои ощущения, тебе нравится жизнь в одиночестве? Тут могу точно сказать, что абсолютно да, жизнь одному особенно приятна мне, ну, также, возможно, отчасти того, что я интроверт, и мне, в принципе, одному лучше живется, иногда, я бы даже сказал, очень редко бывает такие наплывы, одиночество, но в конце концов у меня и девушка есть, и район такой населен моими друзьями, поэтому, в принципе, всегда есть там с кем пообщаться, с кем погулять, выйти и так далее, вот. А именно само проживание одному мне действительно очень и очень нравится. Вот, порекомендовал бы всем, на самом деле, да, я бы сказал, что, опять же, это подойдет многим. Прикол здесь в том, что, когда родители оставляют квартиру, скажем, вот там на, ну, пусть там на месяц своему чаду, вот, у меня там такие знакомые есть, человек не совсем полностью распоряжается, он не совсем отдает отчет, что он отвечает за эту квартиру, нет, она все равно принадлежит родителям, и они за нее отвечают, поэтому устраивают писки и так далее, и не только. То есть, нет никакого такого осознания, что, действительно, это вот моя квартира, и я за нее в ответе. Поэтому, если и давать какую-то самостоятельность, то квартира это действительно хороший выбор. Действительно, не только мне тяжело было жить, там, скажем, со своей мамой, многим моим знакомым, естественно, я говорю скорее про сверстников, вот, они тоже все хотят жить одним, практически там, за редким исключением, опять же. И, да, естественно, там у них бытовой уровень не на самом высоком, но, с другой стороны, с чего-то же надо всегда начинать. Так что, если бы у них была бы какая-то минимальная подготовка, там, стирка, глажка, готовка, уборка, в принципе, пускай бы жили одни, это добавляет действительно и общей самостоятельности. Ты-то понимаешь, что ты же не с нуля туда, хоп, и если бы тебя просто взять из твоей прошлой жизни, там, в 14 лет, и переместить в одиночку, то это был бы, ну, не знаю, в лучшем случае, как в мультфильме «Праздник непослушания», а в худшем случае могла бы быть трагедия какая-нибудь. Это вещь, которую нужно, ну, как сказать, как любая мышца, ее нужно тренировать, прежде чем ты будешь готов там что-то делать. Ну, вот получается, что я у тебя и ты натренировал, поэтому я говорю, что нужно какое-то время сначала подготовить. Ну, согласись, когда второй человек в квартире есть, то он как бы все время выступает страхующим, то есть, типа, ты не сделаешь, что-то другое сделает. И это несколько расслабляет его всегда, да, то есть, я и по себе это хорошо знаю. Если второй человек, значит, как бы всегда можно, ну, я там не успевал или неохота, ладно, я брошу, сделай другой. Когда находишься один, да, то ты знаешь, что никого нет другого. Моя любимая песенка, да, «Никто на помощь не придет и дров не раздобудит», «Никто не сварит ничего ни на каком огне», но я, правда, обычно привожу ее как пример психологии, психологической заботы о себе. Но тут и в буквальном смысле тоже это имеет место. Просто пока ты это вот не почувствуешь, так сказать, по бразильской системе, да, что тебе завтра там, не знаю, нужно в школу идти и нужно выглядеть аккуратно, да, и нужно быть сытым. И никто, никого нет, кто это сделает, поэтому распланировать, в каком порядке ты что будешь делать, там, как ты будешь готовить, там, стирать, гладить, все это на тебе. Я, например, сейчас, если меня кто-то спросит, сказать, а когда Владимир это делает, например, там, утром, днем, вечером, выходной день, я честно разведу руками, скажу, понятия не имею. Единственное, что я знаю, что когда я прихожу на народистское собрание, то за внешний вид его ставят в пример всем. И тут, как бы, я считаю, что, значит, я свою задачу выполнил хорошо, за что тебе уже в свою очередь спасибо, потому что это приятно. Ставлю бонусом, что если вы мне говорили, что ты еще и домашнюю работу хорошо делаешь так же, ну, сравнимо с этим, это тоже было бы приятно. Но я невозможного не требую, во-первых, да, ни в коем случае. А во-вторых, все-таки приоритеты, ты жираф большой, тебе виднее. Считаешь, что нужно таким образом распределять усилия между предметами, значит, считаешь. Я, как бы, тебе свою точку зрения излагаю на это иногда, да, баланс поддерживать, но в конечном счете тебе решать. Я, например, ЕГЭ не сдавал, и все это там, расклад с поступлениями не знаю, как там, какие-то баллы, эти экзамены, еще и меняется все это каждый год, поэтому, вероятно, ты это тоже знаешь лучше меня, сильно лучше меня. Замечательно? Хорошее начало большого пути. Хотел немножко дополнить, так сказать, с твоего разрешения, в общем, изъявить желание поотвечать на вопросы, которые будут адресованы мне в комментариях на твоем ютубе со своего, ну, одного из своих аккаунтов. Да, пожалуйста, ну, заводи какой-нибудь лучше отдельный аккаунт для этого, как я всех учу. Хорошо. На тот случай, кто сомневается в твоей натуральности, ну, хотя, кто сомневается, тем все равно не докажешь, поэтому тут... А что, есть такие? Я думаю, вполне есть, конечно. Как вот, там, пишешь что-нибудь на форуме, там, написал, причем пишешь что-то, стараешься, что-нибудь умное, откуда-нибудь процитировал, там, какое-нибудь видео свое вставил, там, а тебе отвечают, не поотвечать на вопросы, я понял, соответственно, я могу просто в описании видео добавить, что вот имя такое, это логин, это вот именно ты отвечаешь на вопросы, если вы вроде видели, что это ты отвечаешь. Ну, и могу их еще этими сердечками, там, отмечать, я не знаю. А так, в завершение поздравляю с, так сказать, трехлетней годовщиной. Вот, я считаю, что это был серьезный шаг, и я все еще верю, что он пошел тебе сильно на пользу. И хотел бы, пожелал бы всем, кто это слушает и смотрит, чтобы эта ситуация случалась чаще. Ну, конечно, в идеале не так, как она у нас случилась, да, то есть это было лучшее развитие приходшей ситуации, да. В идеале, конечно, такого вообще не должно было бы случаться. Ну, случилось, как случилось. Окей, спасибо, давай, успехов, отдыхай, удачи. Тебе тоже, удачи.